всем моим красоточкам пламенный приветик девочки я надеюсь что у вас все хорошо и прекрасно сегодня снимаю такое видео собралось кое-что по мелочевке решила вам показать поделиться вот и начну сегодня наверное с моих новых ногтей вот да девочки я сделала себе ногти но уже в принципе на прошлой неделе еще вот вы знаете первую жизнь сделала ногти потому что в принципе я уже как-то говорила писала в инстаграм да что ногти у меня скалываются слоятся иногда и как бы знаете они мне уже немножко как бы надо надоели и я решила сделать ногти в принципе я бы на так и не сделала бы просто дочка моей подружки она стилист по ногтям вот и у нее есть свой салон здесь в нашем городе и она мне говорит а не давайте сделаю а там уже решишь нравится тебе не нравится но в принципе попробовать можно вот я съездила ее салон женщине спасибо вот она мне сделала такие красивые ногти цвет гелевого лака я сама выбрала такой вот знаете он такой темно-темно коричневый такой глубокий осенний цвет хотя у нас такая жара еще но я в принципе не жалею что выбрала этот цвет очень красиво смотрится вот вот такие у меня сейчас ноготочки далее я в прошлом году по моему вам говорила да что мой офтальмолог мне выписал очки от зрения вот у меня вообще никогда жизни не было проблем со зрением у меня всегда сто процентов вот ну видно уже как бы с возрастом да у меня немножко зрение ухудшилось только вот на один глаз на этот слева у меня все нормально сто процентов вот и на этот глаз то мне небольшая такая вот ну как бы сказать проблемка то есть когда я близко читаю например эсэмэски да в телефоне или книгу вот у меня немножечко расплываются как буквы вот и мне врач прописал очки особенно чтобы я их надевала когда за компьютером сижу да когда читаю вот когда вот при близком расстоянии вот именно на дальнем расстоянии я очень хорошо вижу очень хорошо читаю поэтому проблем нет вот но вы знаете на прошлом году я брала одни очки уже я вам показывала их даже фотографии в инстаграм есть вот в черной такой оправе да но не принципе неплохо на мне сидят но вы знаете все таки они немножко для меня мелковат а то есть том плане что у меня глаза выходят за рамки очков да и мне как-то не комфортно вот и я решила в этом году поменять очки взять что-нибудь по оригинальнее да и побольше размером вы знаете нот все перемирила девчонки вы знаете мне очки очень трудно подобрать я в этом плане очень капризная потому что мне нужно чтобы у меня глазах хорошо находились вот именно в оправе да чтобы они хорошо сели на переносицу чтобы они не касались лица я это терпеть не могу я вот все перемирала в бутике и вы знаете мне в принципе ничего не подошло они либо мелкие либо слишком прилегают к лицу и хорошо консультант девушка вы знаете она мне посоветовала одни очки вот и они мне очень подошли но это были солнцезащитные очки от майкл корс вот и она искала принципе ничего страшного можем поменять стекла то есть вставить стекла от зрения вот и вот такие вот очки она мне порекомендовала сейчас я вам покажу вот таком вот они симпатичном футляре идут вот и вы знаете вообще очки от зрения но мне не просто носить них постоянно хочется снимать то есть я никак не могу не привыкнуть вот и даже долго когда сижу за компьютером да я сижу без очков когда чувствую что глаза устают уже думаю нет надо надеть очки вот это вот такие вот очки они такие классные знаете них форма классная они такие стильные золотой такой оправе да здесь такая гравировка идет если вам видно вот майкл корс и мне вставили стекла от зрения стекла солнцезащитные не положили отдельно я вам покажу сейчас и вот такие вот очки и вот они в принципе смотрятся вот так вот них там конкретно отрегулировали да все по моему лицу по дужке чтобы все было как бы ампикабля вот и такие вот очки но в принципе они классные в том плане что я себя очень комфортно чувствую да то есть у меня глаза нормально находятся внутри оправа то есть они меня не выходят вот так вот за за сами ну за сами рамки очков вот и они очень хорошо сидят на мне так значит футлярчик выглядит вот так здесь идет такой вот шифончик родной чтобы протирать стекла и далее значит здесь идут бумаги к этим очкам то есть ну паспорт и как бы инструкция да вот и сами стекла они мне положили вот такой вот бумажный мешочек сейчас вам покажу их они конечно девчонки знаете когда были вот солнцезащитными стеклами они очень круто смотрятся вот такие вот стекла знаете они классные они такие как хамелеона да и в таком вот золотисто розовом оттенки да и здесь такая маленькая надпись майкл курс и принципе не как бы смотрелись вот так но принципе без проблем она не сказала захотите опять вставить солнцезащитные стекла принесете мы вам поменяем так что вот такие вот стекла так что было дальше дальше значит я приобрела новую красную помаду вот моя помадка у dior красная закончилась недавно я вам покажу в видео о пустых баночках вот у меня достаточно принципе греченки красных помад да но вот не знаю что то мне захотелось приобрести еще и мне еще кстати прислали такие выгодные предложения в галереи лафаэт поэтому я приобрела это вот такая вот красная помада из серии rouge dior номер 999 то есть три девятки так и название в принципе тут не написано написано кулёв кутюх кстати у них еще и старая версия тоже в этом же номере 999 только матовая вот но я взяла такую знаете кремовую она кстати у меня сейчас на губах сейчас если найду фотку с этой помадой покажу вам поближе и вот вы знаете я хотела именно красную классическую помаду то есть не с розовым отливом не с каким-то оранжевым отливом именно красную яркую помаду вот и она выглядит вот так в принципе я уже и девчонки пользуюсь вы извините что она мне уже как бы использована да ну здесь как будет гравировочка dior на самой помаде и вот такой вот у нее цвет но я вижу что камера немножко искажает она не такая вот с оранжевым отливом все таки она действительно красная сейчас делаю сводч и вам покажу ее мне очень нравится помада dior тем что они знаете они очень приятные они очень легкие я их на губах абсолютно не ощущаю вот вот такая вот она кремовая питательная она мне не сушит губы не скатывается не выходят за рамки поэтому в принципе мне их помадки нравится вот такая вот красная девочки вы знаете забегала в вароши на днях наш бутик тоже мне прислали там кучу предложений всяких выгодных ну мне в принципе ничего не нужно было бы знаете я обратила внимание на их тени на стенде вот и мне очень понравилась там один оттеночек но к сожалению этого оттеночка уже не было потому что все у них разобрали кстати хочу вас проинформировать эти тени однушечки их снимаю с производства сейчас они вот распродают остатки и сделали скидку минус 50 процентов и оттенок который мне понравился у них сожалению не оказалось и на следующий день вы знаете они получили эти тени и сейчас я вам покажу этот оттеночек девочки это вот такая вот однушечка в номере одиннадцатом который называется куивра тени сегодня на мне и вы можете на них посмотреть они очень красивые они такие знаете шелковистые и сейчас покажу как они выглядят вот они выглядят вот так если тратной спонжик но я наносила своей кистью вот посмотрите какие некрасивые сейчас я вам сделаю сводч они потрясающе просто я первый раз беру тетенью в евроше и абсолютно не жалею так что кто не успел кому интересно можете приобрести их так как их снимают производства и там достаточно очень много интересных красивых оттенков посмотрите как они красиво смотрятся но потрясающе они очень хорошо ложатся они мягкие они хорошо растушевываются я просто осталась в восторге еще и за со скидкой минус 50 процентов и мне подарили вот такие подарочки вот из серии гидро веще таль это такой вот лосьончик увлажняющий у меня кстати есть большой версии он мицеллярная вода лосьон для снятия макияжа два в одном вот то есть можно снимать макияж полностью с лица с глаз с губ и так далее и вот такой вот гумаж называется икла фишер для нормальной и смешанной кожи здесь 30 миллилитров то есть гумаж скраб я вчера вот перед сном пользовалась тоже мне очень понравился такой приятный освежающий вот такие вот мини продукты в подарок дальше девочки вы знаете купила я вот такой вот кондиционер для волос я уже как-то вам рассказывала да что я особо своими волосами не ухаживаю просто мою шампунем и пользуюсь каким-нибудь бальзамчиком да или кондиционером вот и взяла этот профессиональный кондиционер от съез вот здесь 500 миллилитров ну принципе такая внушаемая баночка то есть как называется бутылек вот и он значит идет с кератином праймером вот и он способствует объему волос то есть он дает объем вашим волосам а также он распутывает их в принципе и смягчает вы знаете очень понравился мне этот кондиционер я вот сегодня им пользовалась помыла волосы у него очень приятный аромат очень приятный и в принципе после смывания волосы такие мягенькие хорошо расчесываются ну как бы без проблем вот такой вот кондиционер и в роше я кстати до этого еще заходила покупала любимые гели для душа мои до кремовые но я покупала два еще в другой версии у меня ванна лежит я люблю эти кремовые гели души они знаете они очень очень приятны в использовании то есть они очень такие мягкие они хорошо пенятся они не сушат мне кожу ну принципе я ничего плохого сказать не могу хоть хотя моей дочке они не очень нравится ну как говорится на вкус и цвет товарищей нет да а тут написано что они без парабенов вот и здесь 200 миллилитров вот такие вот гели и далее девочки приобрела вот таких два бюджетных продукт от марки сьен а это эксклюзиве т только магазина лидл то есть эти продукты продаются только в лидоле тоже то франция вот это по-моему немецкие продукты то есть произведен в германии вот не первый разберу принципе неплохие продукты взяла вот такую дисоль ва дисоль ва это средство для снятия лака без ацетона здесь 200 миллилитров вот и здесь такая вот очень удобная помпочка то есть вы нажимаете сверху и средство выходит кстати написано что это средство адаптировано для искусственных ногтей ну как раз таки мне сейчас подойдет если что если захочу сверху покрасить другим лаком да и девочки приобрела вот такой вот крем это крем ночной у меня такой же закончился вот на днях дневной крем это крем против морщин то есть антирида с гиалуроновой кислотой кензим q10 и витамином е для требовательной кожи вот взяла попробовать ночной здесь 50 миллилитров вы знаете девочки что хочу сказать вот закончила дневной до полную баночку и я от этих кремов в принципе в восторге они меня не разочаровывают доступная цена и вы знаете я покупаю в основном наношу как бы вот полностью на шею накладываю да на эту часть всю декольте и утром и вечером вот такая баночка идет вот они в принципе запечатанные внутри то что мне нравится таки герметично запечатанные и вот такой вот сам крем не потрясающая текстура девчонки знаете он отлично увлажняет кожу и отлично питает кожу и также он предназначен как раз таки против морщин почему я не нам не наношу его на лицо иногда на нашу принципе но вы знаете у меня лицо смешано то есть микс поэтому у меня немножко такой появляется блеск на лице потому что он все-таки питательный увлажняющий поэтому для шеи прям кстати кстати самый раз а в принципе у кого сухая кожа или нормально он конечно также подойдет и для лица так что если видеть эту марку присмотритесь далее девочки знаете приобрела еще две новые кисти от марки дебора милана вот в моно при купила и вы знаете как то я раньше не обращала внимание что у них там еще и кисти продают ну косметику и видела а вот кисти как-то я не замечала и вот вчера я приобрела две кисти они шли таких вот пакетиках и вы знаете сегодня я уже их протестировала утром и осталось просто в восторге девчонки сейчас покажу вам так это вот такие вот две кисточки дебора милана вот и вот такая одна значит первая кисть это для пудры девочки она подходит и для рассыпчатой пудры и для компактной пудры мне нравится сама ее форма вот и вы знаете сегодня я вот ею наносила пудру до стилодер рассыпчатую ну просто супер наносится очень таким легким слоем проникает во все такие вот изгибы да то есть легко без проблем и поэтому я осталась в восторге абсолютно не жалею что я купила вот а вот эта вот кисточка как раз таки для меня новая то есть сама эта форма такая скошенная да я просто как бы знаете хотел ее протестировать и тоже осталась в восторге я сегодня ею кстати носила вот эти вот тени она очень очень удобная она хорошо наносит тени и удобно знаете чем тем что она немножко скошена когда вы набираете тени да то есть я вот это с короткой стороной наношу углы и потом полностью распределяют на все века да и здесь на двусторонне с эта сторона такая скошенная и прям эта же кисточка якобы проводила вот по складочке стрелочки вот этими же тенями да ну как бы просто немножко чтобы подчеркнуть но просто суперские кисти девочки вы знаете у них там еще и другие есть кисточки но пока мне в принципе не нужны я взяла вот именно эти потому что таких у меня кистей нету поэтому кто встретит кисти дебора милана девчонки присмотритесь я в принципе осталась довольна ими так дальше ну были новые лаки да в принципе лаки я тоже люблю и приобрела такие два новых лака от марки галерея lafayette который в принципе я их вам уже показывала не раз вот такую вот парочку да этот просто супер оттенок я часто пользуюсь на ноги на руки вот и вот такой вот прозрачные с мелкими такими вот частичками да разноцветными я на нашу как защитный слой они очень красиво смотрятся так у меня значит номере максонс номер 70 и второй лак альфред номер 2 вот там даже есть видите такие шарики чтобы взбивать вот и такой лак вот мне подарила женщина которая делала мне ногти такой вот яркий красный лак далее девочки что у меня еще было было кое-что из украшений вот я приобрела вот такую вот красивую подвеску серебряную с египетскими символами вот я очень бы такие неординарные вещи такие вот оригинальные да вот и вот такая вот необычная форма ну и сами символы такой знаете немножко такой мистический вот очень красиво смотрится на шее дальше и подарочком покажу свой это тоже подвеска на цепочке но это тоже из эзотерики это трескель но я думаю что многие из вас знают этот знак да трескель это вообще символ британии вот очень красивая подвеска очень такая оригинально стильно она тоже красиво смотрится вот на такой вот цепочки это мне подарили